Всем привет! А в Полтаве справедливости все-таки нет. Почему я так говорю? Сегодня я в очередной раз просматривая сводки о происходящем с коронавирусом в Полтавской области, в очередной раз обратил внимание на интересные цифры. Я вам расскажу, что меня заинтересовало. Меня заинтересовали цифры в городе Полтава и в городе Кременчуг. Чтобы вы сразу понимали, почему я их начал сравнивать, потому что, во-первых, у нас небольшое расстояние между нами, каких-то полтора часа езды, максимум два по нормальной дороге. И по количеству населения. Википедия говорит, что в Кременчуге проживает 225 тысяч населения. В Полтаве 284 тысячи населения. То есть, примерно 21 процент разницы. В Кременчуге чуть меньше людей живет. Подчеркиваю, запомните, 21 процент разницы. И я начал смотреть цифры заболеваемости. Итак, общее количество активных случаев в Полтаве 820, в Кременчуге 117. Цифра вы замечаете? Разница ни в один, ни в два, ни в процентов. В 700 процентов. Разница в Кременчуге намного меньше. Я пошел дальше, начал еще просматривать цифры. Я вам показываю эти таблицы. За последние сутки, за последние сутки в Полтаве 86 случаев заболевания, в Кременчуге 25. Разница 300 процентов. Цифры поражают своим цинизмом. Взрастание за тыжды. Полтава 141 процент. Кременчуг 103 процента. Разница 40 процентов. И показных захворюваностей. Я, честно говоря, до конца не пойму, как он высчитывается. Но разница также впечатляет. Более 600 процентов. 620 процентов. Вы знаете, я задался вопросом, на который я вижу один ответ. Вопрос таков. Кто будет отвечать за это? За такую разницу? Ведь, возможно же, в Кременчуге получилось как можно больше снизить эти случаи. Власть что-то сделала для этого? Власть фахово подошла к этому вопросу, стратегически осмысливая, что может произойти, если будут совершены те или иные действия. Мы же видим, что в Кременчуге никто не выходит на улицы с транспарантами и ничего не требует. В то же время в Полтаве власть не понимает, что делать с этим. Нам рассказывают какие-то веселые истории о затратах бюджетных средств. Но результат на сегодняшний момент он поражает цинизмом по сравнению с Кременчугом. 700 процентов, 600 процентов. Вы сами слышите. Вы сами можете взять калькулятор, пересчитать. За последние сутки, подчеркиваю, в Кременчуге 25 случаев. И это не первый раз я наблюдаю. Прошлые, позапрошлые сутки, раньше, раньше, все время было меньше. В эти сутки 86 в Полтаве случаев. Разница за последние сутки в 300 процентов. При населении в Кременчуге меньше на 21 процент. Кто будет отвечать? Я вам отвечу. Никто. Почему? Потому что есть, с одной стороны, хорошая фраза Сами виноваты. А кто сами? Можем ли мы, отдельно каждый из нас, повлиять на эту ситуацию? Да, можем. Ближайшими выборами. Но не больше. А то, что происходит сегодня, то, что происходит сейчас, мы не можем. Это может остановить власть. Но власть не знает, что с этим делать. И даже те фахивцы, которые приходят, им что-то говорят. Все проверяется через призму политических веяний, через призму финансовых затрат и т.д. и т.п. Мы тратим ошеломляющие деньги на борьбу с коронавирусом. Но эти деньги улетают в трубу. Результат налицо. Мы не знаем, что будет завтра. И мы не знаем, что будет послезавтра. При такой тенденции, как говорят специалисты, мы на грани красной зоны. Дожились. А деньги тратятся куда-то. Деньги вылетают в трубу. Безответственно тратятся. И никто отвечать в результате не будет. Вот такая ситуация. Гуртовевы, чертовы. И у власти сидят люди некомпетентные и непрофессиональные. Неспособные правильно воспринять происходящее, сделать выводы и принять правильные решения. Честь имею, чего и вам желаю.